Вот контур ловчей петли, корм кладется вот сюда, допустим, под дерево или под столб. Фокус в том, чтобы собака одной лапой, переступив через петлю, потянулась носом к корму. Здесь будет закрыто какими-то кустами, но для съемки я не закрывал. Она тянется к корму и получается, что переступив одной лапой, но расстояние такое, что придется переступить. Петля захлопнется между лапой, то есть подмышкой и шеей. Внимание! Можно! Отлично! Если то была петля на маленькую собаку или на кошку, то это петля на довольно крупную собаку, начиная от 20 кг. То же самое, корм кладется сюда, собака переступает лапой через тросик и носом, вот так, чтобы было видно, и носом тянется к корму. Можно! Вот таким образом. Опробовал петлю на своей шее, и тонкую, и толстую, и не нахожу ее травмоопасной. То есть легкое прихлопывание, скажем так. Ну, по крайней мере, через рубашку я вообще не получил никаких неприятных ощущений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...